Всем привет! Это программа Дополнительное время. Неделя подошла к концу. За эти 7 дней случилось огромное количество побед и поражений. И чтобы имена спортсменов и название команд не забылись, давайте вместе вспоминать самые яркие спортивные события. На старт, внимание, марш! Начнем с футбола. ФК Саров в своем первом домашнем матче уступил команде «Локомотив РПМ» из Нижнего Новгорода. Счет на табло после финального свистка показывал неутешительный 0-4 в пользу гостей. И пока наши футболисты занимают лишь седьмую строчку турнирной таблицы с семью очками. Радует одно – это лишь начало сезона. В Рязанской области состоялся межрегиональный турнир по боксу. Посвящен он был столетию пограничных войск России. В турнире, прошедшем в физкультурно-спортивном комплексе в Сасове, приняли участие более 140 спортсменов из 17 команд из Рязанской, Московской, Ивановской, Нижегородской, Тамбовских областей и Республики Мордовия. Среди спортсменов 2000-го и 2001-го годов рождения саровчанин Александр Сущевский завоевал первое место в весовой категории 57 кг. Андрей Куракин стал победителем в весовой категории 91 кг. Уже второй год очень активно в Сарове работает Федерация спортивной рыбалки. Проводят соревнования и зимой, и летом. Вот в прошлые выходные, например, на пруду Боровом прошли чемпионат и первенство Сарова по ловле на поплавочную удочку. Порыбачить из чисто спортивного интереса пришли 22 человека. Чемпионом города стал Алексей Тверско. Второе место у Владимира Блохина бронзовым призером стал Виталий Гиньков, которому, кстати, удалось поймать самую большую рыбу, леща весом 430 граммов. В первенстве города юные рыболовы наравне со взрослыми боролись за звание лучшего рыбака Сарова. Лидерами стали среди детей Макар Шайтанов, Вячеслав Багаев и Савелий Шайтанов. Все тонкости проведения соревнований для нас выясняла Елена Грицкова. Посидеть на берегу с удочкой и порыбачить, по мнению Ильи Тузова, это лучший способ отдохнуть и отвлечься от повседневной суеты. Для него важнее сам процесс, а не количество пойманной рыбы. Несмотря на давнее увлечение рыбалкой, в соревнованиях Илья участвует впервые. Никогда не пытался ловить рыбу на время. Это на самом деле что-то непередаваемое, как в первый раз. У каждого участника турнира есть самодельные снасти, прикормка, приготовленная по собственному рецепту, и много других секретных приемов. И соревнования стали отличным шансом проверить действенность всех этих хитростей. Наверное, они у каждого есть, но никто вам, я думаю, их не расскажет. На то они и хитрости, чтобы о них знал только тот, кто ловит. Как и в любых спортивных состязаниях, в рыболовном фестивале есть свои правила. Каждому участнику путем жеребьевки отведено определенное место, и переходить в другой сектор нельзя. Наживку разрешено использовать любую, кроме живца. Ограничения есть, но их не так много. Основное правило – это ловля на поплавочную снасть. Тур проводится в 4 часа. Разрешено пользоваться одной удочкой с одним крючком, грузилом и поплавком. По окончании соревнований судьи взвесили пойманную участниками рыбу и распределили места в личном и командном зачете. Первое место с самым крупным уловом заняла команда «Лавочком». О, чемпионы! Поздравляем! Поздравляем, поздравляем! Это вам! И грамоту! Награды, дипломы и подарки участники получили в нескольких номинациях. Самый юный рыбак, первая пойманная рыба, самый маленький трофей и, конечно, бигфиш, который в этот раз весил 115 граммов. 26 мая в Сарове подошла к концу спартакиада сотрудников предприятий атомной отрасли «Атомиада-2018». Итогом соревнований стал полный триумф сборной Саровского ядерного центра, представители которого заняли первые места в командном зачете по каждому из 11 видов спорта программы соревнований. Гости праздника дали самую высокую оценку уровню проведения праздника в Сарове, а также качество спортивных объектов и организационный комитет. Соревнование на минуточку предложил нашему городу принять одну из ближайших зимних атомиад. Я тоже не поленился и поехал посмотреть, как проходит соревнование на стадионе Икар. Сотни участников из шести предприятий госкорпорации «Росатом» съехали из Саров на отборочный этап грандиозного спортивного события «Атомиады-2018». Цель у спортсменов одна – попасть в сборную команду и поехать на финал «Атомиады». Пройдет он 5 июля в Новоуральске, Сверловской области. Именно поэтому сегодня мы сможем увидеть очень интересную борьбу на спортивных площадках по 11 видам спорта. Очень, наверное, широко будут представлены игровые виды спорта. Настольный теннис, бодументон, гиревой спорт, троеборье, ну и красавицу легкой атлетико мы тоже посмотрим на стадионе. В командном виде спорта, например, в футболе победа и поражение частенько зависят не от конкретного игрока, а от слаженности коллектива. А вот в гиревом виде спорта спортсмен один на один с гирей. И бороться ему приходится только с самим собой. Тут без специальной подготовки не обойтись. То есть только на силе воли здесь ничего не вытащишь. Во-первых, есть техника. Кроме техники есть выносливость для гирей. Ну, то есть то, что нужно нарабатывать. То есть тут все зависит от всего тела. Своё место в сборной Александр заслужил целиком и полностью. Гирю весом 24 килограмма он двумя руками поднял 104 раза. Что для спортсмена-любителя стало личным рекордом. Приятным бонусом после проведения этого спортивного события стало то, что некоторые спортивные объекты остались в пользовании жителей города. Ну, например, на набережной пруда Борового полностью обновили площадку для пляжного волейбола. Завезённый выровнен свежий песок, установлены новые стойки и сетка, которой теперь бесплатно могут пользоваться все жители города. На прошлой неделе на стадионе «Вангард» непрофессиональные пожарные сошлись в противоборстве, чтобы выяснить, кто же лучше тушит огонь. Если говорить проще, то это сотрудники ВНЕФ. Те, что состоят в добровольных пожарных дружинах, устроили себе соревнования. Как это было, смотрите прямо сейчас. На этих соревнованиях всё наоборот. Огонь в специальных ёмкостях разжигают сотрудники пожарной охраны, а нормативы по тушению открытого пламени выполняют добровольные пожарные дружины ядерного центра. Каждый гражданин Российской Федерации должен уметь правильно пользоваться и оказывать те меры пожарной безопасности, применять их. Это показала Зимняя Вишня, что персонал должен быть обученный и уметь правильно применять эти меры пожарной безопасности. Чтобы выполнить пожарно-технический минимум практического этапа, нужно размотать пожарный гетрант, потушить открытое пламя подручными средствами и огнетушителем, вытащить муля с человека весом 40 килограмм из предполагаемого очага возгорания. Все эти задания нужно выполнить правильно и быстро. Это очень важно знать и понимать, как действуют вот эти вот пути эвакуации людей, как нужно вести себя и не удариться в панику. Вот мы закаляемся на этих соревнованиях. Я считаю, что, по крайней мере, те ребята, которые прошли вот эти этапы, они не испугаются. Соревнования проводятся в седьмой раз и с каждым годом количество добровольных отрядов увеличивается. Навыки, которые отрабатываются на этапах этой эстафеты, могут помочь при спасении жизни в реальных чрезвычайных ситуациях. Сотрудники проявляют сознательность, проявляют инициативу, хотят больше знать в рамках пожарной безопасности и действиях в чрезвычайных ситуациях. Сотрудники пожарной службы на каждом этапе строго следили за правильностью и точностью выполнения заданий. Зачастую доли секунды могут быть решающими для спасения жизни человека. 27 мая завершился открытый чемпионат Нижнего Новгорода по баскетболу. Саровский Атом, который на групповом этапе одержал 16 побед в 16 играх, в итоге занял второе место. Финальный матч прошел в упорной и бескомпромиссной борьбе. Саровчане показали отличный баскетбол в первой половине, о чем свидетельствует цифра на табло. 32-30 в нашу пользу. К середине третьего отрезка игры нижегородцы сравняли счет. В четвертой четверти у молодых нижегородцев осталось просто больше сил. Хозяева продолжали играть плотно и в защите, и бегали в нападение. Итог матча 77-70. Победа молодежки БК Нижний Новгород. И, кстати, серебро открытого чемпионата Нижнего Новгорода дает нашу путевку на чемпионат России ПФО. Так-то так. С очередных соревнований на этой неделе вернулись воспитанники отделения легкой атлетики Дюш-Шикар. На новом стадионе Локомотив прошли первенство и чемпионат области по легкой атлетике. Наши ребята набегали и напрыгали на медали, а Евгения Иришева даже выполнила норматив КМС. Как все было, смотрите в нашем репортаже. Природный талант и грамотно выстроенные тренировки так описывают промежуточный спортивный успех Евгении Иришевой и ее тренеры. На первенстве Нижегородской области по легкой атлетике она взяла очередную высоту. И теперь она кандидат в мастера спорта. Момент триумфа девушка помнит во всех подробностях. Я была очень рада. У меня с лица не сходила улыбка. И я уже шла обнимать тренера. Она показала мне секундомер. Там было время. И она смотрит на меня, улыбается. В легкую атлетику девушка пришла четыре года назад для того, чтобы проверить свои способности. На новом Нижегородском стадионе «Локомотив» от своей ближайшей преследовательницы Женя отрывалась почти на пять метров. Я очень волновалась. Я хотела его выполнить, потому что в забеге у меня совсем чуть-чуть не хватило до кандидата. И у меня уже не хватало сил на финише, но я пыталась. Как отметили тренеры Евгения Иришева, Алексей Колганов и Марина Мачкаева, достигнуть такого результата в столь юном возрасте вдвойне хорошо. Значит, есть прекрасный задел, чтобы двигаться дальше. Кто знает, возможно, совсем скоро мы увидим юную спортсменку на чемпионате России. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!